И по всей Гагаузии продолжают реализовываться масштабные инфраструктурные проекты. Так, благодаря усилиям местных органов власти при поддержке команды Башкана, в селе Русское Киселе построена и издана в эксплуатацию за асфальтированная дорога. Прежде разбитое дорожное покрытие на улице Победы было одной из самых серьезных проблем населенного пункта. Сельчане с трудом передвигались по нему и зимой, и летом. Работы были начаты 11 сентября и завершились в рекордные сроки. По словам местных жителей, эта улица – основная дорожная артерия села, потому ее ремонт значительно облегчит им жизнь. Еще в одном гагаузском селе, Русское Киселе Камрадского района, завершен масштабный инфраструктурный проект, самый ожидаемый в этом населенном пункте. Благодаря усилиям команды Башкана-Гагаузии Евгению Гуцулы при поддержке команды Илона Шора, в кратчайшие сроки, но при этом на уровне самых высоких стандартов, заасфальтирована улица Победы протяженностью 2 километра 600 метров и шириной 4 метра. Толщина асфальтового покрытия – 6 сантиметров. Сельчане рады, что теперь, как они говорят, калоши и резиновые сапоги понадобятся им разве что для работы в огороде. Ну как было? Наверное, как в всех селах развалины были. Потом все-таки постарались, сделали белое покрытие. И вот в этом году асфальт. Вы знаете, никому из жителей не верилось, что в таком маленьком селе будет асфальтированная дорога. Это дорога благополучия для детей, которые пойдут в школу, идут. Для стариков, потому что садик вверху, для детей в садик. Садик находится наверху. И эта дорога очень, конечно, кстати. И правильно правительство наше, Башкан, выбрало правильную, будем говорить, линию. Что сначала нужно построить дороги, чтобы люди могли передвигаться. А потом уже и другие будут объекты. Раньше дорога была очень плохая. А сейчас спасибо, благодарен очень, что сделал такую дорогу. И технику ломали, и все-таки было плохо. А сейчас хорошо, спасибо большое. Мы очень довольны этой дорогой. Дорога раньше была не так, как сейчас. Как в село. Где ямочки, где это. Но сейчас отличная дорога. Очень хорошая. Спасибо большое. Как в городе. У нас уже не село, а почти как город. Спасибо. На торжественном открытии первой в селе отремонтированной дороги присутствовал заместитель председателя исполкома Гагаузи Илья Узун. Он отметил, что благодаря усилиям команды Башкана село стремительно преображается в лучшую сторону. Нашему селу 132 года. Рождение нашего села 1891 год. Больше века. Мало это или много. В нашем селе было много хороших людей. Вы цвет нашего села. Поэтому вы долго ждали эту дорогу. Я выражаю огромную благодарность нашему Башкану Ильине Александровне. Еще нету 100 дней нашего Башкана. Но уже сделано более 16 сел. Вот такие проекты. Исполнительная власть региона выполняет все свои обещания. Шаг за шагом улучшая жизнь людей в населенных пунктах автономии. Отметил и советник Башкана Павел Вережану. По его словам, дорога на одной из главных улиц села, которая связывает детский сад, школы и социальные учреждения, до сих пор была непригодна для передвижения. Сейчас же жители смогут пользоваться за асфальтированной дорогой протяженностью более 2,5 километров. Сегодня очень приятные мероприятия проходят в Вашем селе. Именно открытие первой дороги из запланированных. Мы ценим своих людей. Это дает нам возможности, силы двигаться к их процветанию. Нашей республики Молдова, а Гагаузскую автономию, как и завещала Евгения Гуцул, Илон Шор, сделаем край мечты. Сделаем и вправду так, чтобы завидовали не только в Молдове, но и за пределами ее границ. Башкан Гагаузи Евгения Гуцул отметила, что все реализованные проекты созданы для безопасной и счастливой жизни подрастающего поколения. Кульминацией праздничного вечера стало торжественное открытие новой дороги. Три, два, один. Еще раз поздравляем всех жителей села Русской Киселия. Буквально недавно, пару недель назад я проезжала по этой дороге. Ее здесь практически не было. Сейчас, когда мы заехали на эту улицу, вот просто вот радуется душа. Действительно, это сделано нашей командой. Вам благодарна за то, что вы нас поддержали на выборах, доверились нам. И хочу сказать, что обязательно, что мы обещали и социальные, и экономические проекты, мы все реализуем совсем скоро. Социальный проект по помощи пенсионерам в размере тысячи лей. Евгения Гуцул также отметила, что все проекты по развитию инфраструктуры в населенных пунктах по всей Гагаузии реализуются ее командой из внебюджетных источников и при личной поддержке бизнесмена Илона Шора, поскольку их главная общая цель – сделать всю Молдову современной и удобной для жизни. Продолжение следует...